Добрый день! В эфире ПЛНТВ, программа «В фокусе», в которой мы разбираемся в наиболее актуальных общественно-политических и социально-экономических вопросах текущей повестки дня. Корреспонденты ПЛНТВ на улицах города общаются с горожанами. Во время одного из запросов мы встретили жителей Донбасса, которые приехали в Псковскую область. Они рассказали нам о тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. Эта тема заинтересовала нас, и мы решили провести свое журналистское расследование, поскольку сейчас все регионы нашей страны активно помогают жителям Донбасса. И об этом подробно пишет Псковская лента новостей. В уяснение ситуации мы обратились в органы социальной защиты и миграционную службу нашего региона. Как стало известно ПЛН, вопросы приема, сопровождения и обеспечения беженцев всем необходимым являются безусловными приоритетами в работе всех уровней власти Псковской области. И вот как нам ситуацию пояснила руководитель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Наш комитет по социальной защите Псковской области назначен уполномоченным органом по социально-бытовому размещению граждан, прибывших из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Поэтому мы каждого прибывшего из данных республик гражданина сопровождаем в ручном режиме. Мало того, мы знаем, где они все остановились, поддерживаем с ними всегда связь. Если нужна какая-то помощь, мы интересуемся этим и направляем в ручном адресном режиме каждого гражданина в другой какой-либо орган, учреждение, которое им нужно по приезду. Будь то школа для ученика, будь то детский садик для дошкольника, центр занятости для того, кто хочет устроиться на работу, медицинская организация для того, чтобы пройти, например, различные какие-то медицинские исследования. Поэтому средства мы с ними поддерживаем, все время их сопровождаем. Каждый гражданин у нас находится на учете. Сейчас в нашем регионе таких граждан на сегодняшний день прибывших 74 человека. Всех мы их сопровождаем в ручном режиме и по материальной единовременной помощи, которая им выплачивается в размере 10 тысяч рублей. Вот из 74 граждан, которые у нас сейчас прибыли на территорию Псковской области, 43 гражданина уже подали документы на оформление материальной помощи. 22 человека из них получили материальную помощь. Тем, кому нужна помощь для временного убежища, которые выбрали этот путь по прибытии в Псковский регион. В настоящее время на региональном уровне принято решение по оплате денежных средств за проведение вот такого данного медицинского исследования. Также мы обратились в миграционную службу при управлении внутренних дел по Псковской области. И вот как нам пояснили ситуацию. Я процитирую. Зачастую для решения конкретных вопросов, связанных с прибытием и дальнейшим пребыванием на территории Российской Федерации, требуется индивидуальный подход, чтобы в рамках действующего законодательства помочь людям, попавшим в эту непростую ситуацию. В настоящее время полиция оказывает всевозможное содействие этим гражданам в решении вопроса их правового статуса с целью дальнейшего получения имя гражданства и оформления пенсий. Все требования прибывших на территорию Российской Федерации указанных граждан удовлетворяются в кратчайшие сроки. Более того, сотрудники управления по вопросам миграции не только следуют требованиям закона, но и идут на беспрецедентные исключительные шаги, взаимодействуют с иными органами власти, прорабатывают вопросы оказания помощи с прохождением медицинских комиссий, говорится в ответе ведомства. Более подробную информацию мы решили уточнить и прояснить у руководителя миграционной службы, начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, полковника полиции Юрия Федорова. Фрагмент интервью. На сегодняшний день статус временного убежища предоставлен 141 гражданину Украины Луганской, Донецкой, Народных Республик. Ну, для нас, конечно, для нашего региона это цифра значительная. Какие, может быть, вызывают трудности эта работа? И если говорить про частности, вот буквально в ходе недавнего опроса Псковская лента новостей встретила, в буквальном смысле слова, на улице женщин, которые представились жительницами Донецкой Народной Республики и изложили ряд проблем, с которыми они якобы столкнулись здесь, в том числе и с вашей службой. Она приходила к нам за консультацией в целях урегулирования правовой статус своей родственницы. Ей разъяснили весь порядок обращения и те статусы, юридические статусы, которые может получить гражданин, приехавший из Украины. Впоследствии, уже сегодня родственница прибыла ее для подачи документов, подала документы. Сегодня же ей был оформлен уже статус временного убежища. То есть вот так, буквально в течение нескольких часов? Мы стараемся всю эту работу проводить в течение суток. Проясните, пожалуйста, ситуацию вокруг оплаты необходимых документов и, в частности, медицинской справки. Предусмотрено, законодательством предусмотрено получение медицинского сертификата. Мы, понимая сегодняшнюю ситуацию, не требуем от граждан предоставления сразу, незамедлительно этого документа. Понимая ситуацию, которая сейчас складывается с их финансовым положением, о том, что они приезжают, ну, практически, ну, откуда могут быть деньги у них сразу, да? Понимая эту ситуацию, мы не требуем этого сразу. Кроме того, я знаю, что рассмотрен вопрос и в пятницу на оперативном штабе, областном оперативном штабе принято решение о бесплатном предоставлении данной медицинской услуги для получения медицинского полюса для оформления статуса временного убежища. То есть вопрос с финансами вообще автоматически отпадает для этой категории граждан, которые к вам обращаются? Да, автоматически отпадает. Довольно эмоциональное заявление женщины. Видимо, можно списать на те обстоятельства, в которых оказались люди. Они действительно непростые. Действительно непростые. Но я еще раз говорю, 141 гражданин обратился к нам за получение статуса. Практически сутки, ну двое бывает. Все зависит от того, где находится гражданин. Мы сами неоднократно выезжаем даже в гостиницы, где граждане останавливаются, и вручаем им документы, которые оформляем для их дальнейшего проживания и нахождения на территории Российской Федерации. Буквально персональное сопровождение? Да, конечно. Поверьте, исходя из сегодняшней ситуации, наше ведомство старается и выполняет те требования по оформлению разрешительных документов, всех разрешительных документов, для того, чтобы граждане, которые прибыли к нам в массовом порядке, с Украиной, с Донецкой народной республики, с Луганской народной республики, получили свой правовой статус на территории нашей страны. Ну что ж, спасибо большое, Юрий Валерьевич. Пожалуй, у меня все вопросы. Я еще раз напомню, что мы беседовали с начальником управления по вопросам миграции Управления внутренних дел России по Псковской области полковником полиции Юрием Валерьевичем Федоровым. Спасибо вам большое. Спасибо. Как мы выяснили в ходе нашего журналистского расследования, работа с жителями Донбасса, прибывшими на территорию Псковской области, выстроена достаточно эффективно. В нашем регионе своих не бросают.